Здравствуйте! Меня зовут Александр Воробьев, вы находитесь на канале Акара. Со мной сегодня Илья и Женя. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень интересный, знаменательный день. Ребята будут сдавать так называемый зачет по тем самым навыкам, которые они приобрели, я надеюсь, за несколько занятий, которые вы можете посмотреть в предыдущих наших роликах. Сегодня я поставлю вам задачу, которую, надеюсь, вы выполните. Задача простая. Ну, как обычно на рыбалке, нужно будет найти рыбу, желательно не единичную, а куней хотя бы по 5-10 штук с лунки. Ну, заранее неизвестно, будет ли сегодня она клевать или нет, но цель примерно такая. Там уже по ходу, может быть, она будет откорректирована. Но самое интересное, это не конечный результат, сколько вы там найдете рыбы, ее поймаете, а то, как вы к этой цели будете идти. Вот. И со стороны я уже буду комментировать ваши действия, что вы усвоили правильно, что вы усвоили неправильно. Ну, и когда, скажем, рыба будет найдена, поговорим немножко о технике блеснения. Это тоже немаловажный элемент. Если с постановкой задачи все ясно, то тогда, наверное, давайте отойдем чуть подальше, чтобы видно было все озеро и какие-то ваши конкретные мысли, планы, с чего начнете, где, как. Ну, вот, я думаю, всем будет интересно ваша точка зрения на то, как надо начинать искать рыбу здесь. Отлично, мы готовы. Такая тишина. Молодец. Вот мы отошли немного подальше от берега. Отсюда уже можно видеть практически все озеро. Посмотрим, что нам скажет Женя. Какие у него мысли, с чего он будет начать, перспективные места. Да, я для себя отметил три точки. Значит, первая точка этого берега с камышом, небольшой камышек, да, можно его попробовать пробить. Я думаю, что глубина там будет не очень большая, но на наличии рыбы можно ее проверить. Значит, потом я отметил вторую точку, это вот перепад высоты берега между бугром и плавным берегом. Я думаю, что можно попробовать, там, значит, какой-то свал резкий идет, попробовать вот на этом, да, промежутке свала поискать. И вот небольшой заливчик с болотинкой. Я думаю, что в заливчике тоже может какая-то рыба быть. Поэтому, я думаю, тоже надо будет проверить. Понятно, логично. Посмотрим, что нам скажет Илья. Может, что-то еще добавит интересное. Для себя я отметил, ну, на мой взгляд, две перспективные точки. В принципе, они совпадают с мнением Жени. Опять же, ориентируясь на береговой рельеф, это первое место, бухточка сама. По береговому рельефу там достаточно ровное дно должно быть, ну, немножко заболоченное. Второе место, это свал достаточно резкий, по идее, должен быть. И вот этот свал попробовать пробить на наличие рыбы. Планы намечены, более-менее все логично. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Единственное, что хочу напомнить ребятам, что все-таки вас два человека, и вы это преимущество должны использовать. У вас нет задачи обловить друг друга на данный момент. А есть задача максимально грамотно использовать, ну, вот, ваши наработки и именно работу в коллективе. Вот, это я тоже буду оценивать и комментировать. Поэтому решайтесь и вперед, с чего начнете. Здесь крайняя точка будет. Я возьму тогда чуть правее, да? Посмотрим глубины. Ну, от самого берега. Я думаю, что с самого берега делать лучше. Там рыба должна быть. Ну, давай попробуем. Все, погнали. Ну, вот, ребята приняли какое-то решение. Пошли искать рыбу. Начали с бухты. Интересное решение. В принципе, логично. Место перспективно. Я бы тоже его выделил. Но вопрос, грамотно ли начинать искать с бухты. Там все-таки рыба поливная. И зацепиться за активную рыбу будет сложнее. Если начинать искать рыбу на незнакомом водоеме, наверное, более логично было бы начать искать рыбу с бровки. С крутого берега, где резкая бровка, там рыба должна быть чуть активнее на бровке. Но, в принципе, погода сегодня хорошая, ясная. Это позволяет надеяться на высокую активность окуня. Он солнышко любит, особенно мелкий. Поэтому, может быть, они зацепятся за рыбу и там. Посмотрим. По первому взгляду озеро небольшое. Соответственно, и рыба должна быть небольшая. Основная концентрация рыбы в таких местах это или береговые линии какие-то, или, как я уже сказал, свалы. Поэтому начнем с небольших блесенок, с ноты. И попробуем сначала проверить берег. Именно небольшие глубины. Начну с балансира. И Люба прошу поставить блесну. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Блесня совсем недавно. Поэтому надо экспериментировать. Пока ребята действуют довольно-таки грамотно. Расстояние между лунками у них выбранное более-менее оптимальное. На лунках долго не сидят. Минута-полторы. Будет следующую лунку. Я так понимаю, что пока поклевок нет. Даже как раз пытаются немножко увеличить шаг. То есть вот Дженя между лунками расстояние делает более значительное. Глубина, видимо, их устраивает. Потому что они придерживаются одного горизонта. Близко к берегу пока не подходят. Но ищут. Ищут рыбу. Если бы я был на их месте. И также бы начал ловлю с этой бухты. Я бы, скорее всего, действовал так же. Вопрос в скорости, скажем там, смены мест ловли. Но все остальное пока действует грамотно. То есть тут нареканий нет. Ну вот пошли первые поимки. Женя зацепился за рыбу. Несколько штук поймал. Вот Илья уже подошел поближе. Пытаются определить площадь пятна. Вообще это отдельная лунка или пятно. Ну подойдем мы поближе. Посмотрим, что там происходит. Ну что же, зацепился за луночку. Слушай, ну начал я от берега с глубины метр. Потом идет уже на повышение глубина. И как ни странно, я вот Илья сказал, что давай попробуем в берег. Точнее отойдем от берега. И отходя вот от берега, появилась первая рыба. Вот здесь начинается свал. Причем резкий такой достаточно. Метра, наверное, два. И вот, как видишь, первые рыбки. Но глубина здесь сколько? Больше двух? Да, больше двух. Два с половиной, может даже два и семь, три. Вот поклевает единичная. Но я думаю, что задерживаться на ней не буду. Пройду чуть ближе к берегу, повыше посмотрю рыбу. По высоте. Ну вот первые рыбки пошли. Ну, интересно. Работает дальше. Я зацепился за рыбу. И просил Илью, чтобы он рядышком разбурился. Он зачем-то ушел в сторону. Хотя за рыбу не зацепился. Надо, мне кажется, этот пятак разбуривать. Вот этот свал, да? Раз рыба пошла. Работать в коллективе, в команде. Так что так. Мне кажется, что это маленькая техническая ошибка. Особенно по поиску рыбы. Ну, так или иначе, ребята зацепились за рыбу. И уже пошел разлад в команде. У Жени, один взгляд на развитие событий. У Ильи немножко другой. Однозначно, я не могу сказать, ну, как бы, чья точка зрения более правильная. Но, тем не менее, видно все-таки характер разный у ребят. Поэтому, как бы, и каждый все-таки придерживается своей линии поведения. Вот. Посмотрим, удастся ли им в дальнейшем наладить какое-то взаимодействие. Потому что сейчас все-таки, да, то, что начали цепляться за рыбу. Но, скажем так, скорее всего, это еще не какое-то глобальное пятно. А, скорее всего, это единичные, как бы, небольшие концентрации, которые вот на поливе здесь встречаются. Ну, здесь, на самом деле, не совсем полив. Здесь, Женя говорит, все-таки присутствует резкий свал. Вот. И то, что там еще раз подтверждает мои слова, что на резком свале зацепиться за рыбу проще. Полив все-таки, наверное, это чуть... Здесь глубина идет двухметровая, уже ближе к берегу. Но там будет более ровная такая глубина. А здесь уже с этого полива начинается свал. Ближе к глубине. И вот на этом свале какие-то поклевки есть. Ну, посмотрим, как будут действовать дальше. Сейчас надо какое-то время ребятам, чтобы понять, перспективность или бесперспективность этой точки. И, надеюсь, они продолжат движение дальше. Нету! Я до и после тебя сверлился. Чего ты херню говоришь? Ну, вот если у тебя в соседних лунках ее уже нету, откуда там пятно? Ну, на самом деле присутствует сваль. И вот на этом свале попадается единичная рыба. Но как таковой особого пятна я не вижу совсем. Вот одна лунка попалась у Жени, он чуть-чуть подловил. Но это не та цель, которую мы на данный момент преследуем. В соседних лунках, от той, где он ловил, ну, вот была у него концентрация, я не поймал ни одной. Соответственно, мои выводы, что это была локальная точка с этой рыбой. И особо заострять внимание на этом месте нету никакого смысла. Нужно искать более активную рыбу в большем количестве. Ну, вот пока ребята пытаются наладить взаимодействие в своем небольшом коллективе, вот, я попытаюсь посмотреть, что же на этом месте ловится. Тоже закинул удочку, вот, ну, уже после них, чтобы не мешать и не сбивать их с основного пути. То, что в коллективе есть конфликт, это на самом деле хороший признак. Вот, значит, равнодушия нет. Каждый хочет быть лидером, тянут одеяло на себя. Вот, у каждого есть своя точка зрения, и он считает ее правильной. Ситуация сложная. Однозначно, зачастую нельзя сказать, кто прав, кто виноват. Вот, но, тем не менее, даже если взгляды как-то расходятся, все равно можно получать друг от друга какую-то информацию и пользоваться ей. Даже если они ходят, скажем так, не слишком близко, то все равно понимание, что кто-то пробивает более глубокую часть, кто-то более мелкую. Если идет обмен информацией, то это работает в плюс. Решение на любой ответ лучше всего искать все равно в команде, так оно будет более правильным и более быстрым. Вот, поэтому лучше все-таки ловить вместе. Дело по поиску рыбы в бухте у нас постепенно заходит в тупик. Ребята окончательно разбежались. Женя вернулся на предыдущую точку. Пытается там добирать какие-то остатки. Вот, пытается добирать какие-то остатки. Вот, Илья пытается зацепиться за рыбу на глубине. Но это уже, скажем так, история такая. Непонятно, чем она закончится, потому что изначально ребята выделяли эту бухту как именно что-то такое более пологое, более прибрежное. Но, тем не менее, вот именно на этом пологом и прибрежном участке за рыбой зацепиться не получилось, если у Жени что-то было на свале. Вот, у Ильи были единичные поклевки на начале этого полива. Я здесь тоже пробурился. Здесь, да, есть окунь, но он единичный, не собирается большими косяками. И, скорее всего, на какие-то хорошие уловы здесь рассчитывать не приходится. Поэтому сейчас мы, наверное, ребят соберем и отправим на следующую их точку к крутому берегу. Пусть ищут рыбу там. Значит, пробили бухту, да, с тобой, Илья? Ну, какие у тебя мнения? Рыба единичная. И по глубинам, по одной и то не в каждой лунке больше активность, конечно, на свале. И то на определенной глубине. Даже взять лунку, на которой ты сидел, а ближе к берегу и дальше, ни одной поклевки вообще не было. Поэтому в данной ситуации я даже не знаю. Только свал и то достаточно единичный. Мне кажется, что мы не поняли немножечко задачу Александра, потому что наша задача, по-моему, заключалась в том, чтобы в паре работать и находить рыбу. Не так ли? Я нашел на свале рыбу. 10 штук я поймал с лунки. Мне кажется, надо было разбурить это пятно, чтобы понять его концентрацию, вот этой рыбы. Я пошел, попросил тебя, ты не захотел этим заниматься. Я пошел за тебя, ушел на мелководье. Там рыбы не было, совсем ни одной поклевки. Я вернулся назад спустя 20 минут, пробурил еще лунку на таком же периметре и поймал еще 10 штук с лунки, наверное, грамм по 80. Она в том-то и дело, что это не пятно. Это просто она стоит точечно на свале, на определенной глубине. Потому что я делал лунку ближе и лунку дальше, ни одной поклевки. Пятно-то подразумевает какую-то акваторию, которую захватывает рыба. А по факту это точечная на определенной глубине именно. Так мне кажется, в этом была наша задача? Найти рыбу? Ну, она единичная, опять же. У меня рыбы там не было, в том-то и дело. Мне кажется, что все-таки дело в проводке. Не факт. Совсем не факт. Пойдем дальше искать, но будем уже работать в команде. Что делать? Ты прислушайся к моему мнению, я буду прислушаться к твоему. Я все-таки думаю еще попробовать с блестами поиграть. Вот ты сейчас на какую ловил? На ноту 35-ю, а ты? Я на ноту. Но я думаю попробовать поставить марапетку. Попробуй, я буду ловить на ноту. Мы с тобой выделили вот это перспективное место с горой, с резким сквалом, скорее всего, да? Пойдем попробуем там половить. Разойдемся рядышком метров на 15 друг от друга и будем пробивать глубоководную бровку и первую. Ну, надо, мое мнение, делать лунки почаще, чтобы определить именно глубину, на которой она стоит. Потому что свал, скорее всего, достаточно резкий. И все-таки с лунками надо будет почистить. Ну, пойдем попробуем. Ну, я подведу небольшие итоги со своей точки зрения. Мне это озеро знакомо. Я примерно представляю тут глубины и где можно найти рыбу. На самом деле, вот на всю эту бухту было два эпицентра точечных небольших. Вот один из них нашел Женя как раз. А до второго эпицентра ребята не дошли, потому что у них немножко разладилась командная работа. Он был вот там, вот чуть-чуть подальше. Вот ты чуть-чуть до него не дошел. По большому счету, там было пятно, и оно было даже чуть-чуть побольше, чем это. Но, в принципе, Илья тоже в чем-то прав. Эти точки локальные. Грубо говоря, вот, ну, если ловить команды в спорте, например, то вот каждый пробурился по лунке, и точка закончилась. По второй лунке уже, ну, именно небольшие площади. А, ну, площадь пятна маленькая, то есть все равно не хватит рыбы. А в целом по этому поливу рыба довольно, она размазанная, единичная. В принципе, клюет. Ну, сейчас активность высокая, единичную рыбу собирать можно. Вот. Ну, посмотрим, что у вас получится на бровке. Я надеюсь, там будет повеселее. Ребята пошли разбуривать крутой берег. Там резкая бровка, с рыбой должно быть повеселее. Ну, думаю, что по дороге они сделают правильные выводы, и работа на сей раз будет более командная. Потому что это все-таки важно. Зимняя блесна — это коллективный вид спорта, и достичь какого-то результата гораздо проще в коллективе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Какие мысли? Дело зашло в тупик. Кардинально. На свалах, где рельефный берег был, рыбы практически нет. Единичные поклевки на глубинах 3-4 метра. Но единичные. Нашли небольшой попочек, да, косу какую-то с метровой глубиной. На ней рыбы не было. Значит, ушли в другую часть этого же берега. Вот глубина, заливчик небольшой, глубина 4 метра. Рыбы тоже не обнаружено. Вот пирсик, да, с камышом. Попробуем там обловить небольшой участочек. Выход с бухточки, его проверить. Посмотрим, какая там глубина. Если там мелко совсем, ну, где-нибудь до 2 метров может встречаться рыба. И пойдем по свалу береговому на той стороне берега. Саш, ты поддерживаешь? Ну что, ситуация на водоеме сложная. Рыба клевать не торопится там, где ее ищут ребята. Тем не менее, планы скорректированы. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Пора подвести итоги зачета по зимней блесне. Ситуация развивалась довольно интересно. И для меня, в том числе, были кое-какие неожиданности. Сначала ребята выбрали хорошую стратегию. Мне, в принципе, план понравился. Взражений у меня не было. Единственное, что только они начали искать рыбу с мелководного залива. Хоть там на миле рыбы не было, где они зацепились. Но, тем не менее, я бы предпочел начать рыбу с глубоководной бровки. Это вот первое отличие. Но это ничего страшного. За рыбу, тем не менее, в заливе они зацепились. Хоть, опять повторюсь, это был не совсем залив, а уже бровка. Все-таки она тяготеет к бровке. Зацепились за рыбу. И вот здесь начались уже интересные моменты. Уже включились как бы разные характеры. То есть, кому-то хотелось следовать одним решением, кому-то хотелось следовать другим решением. Поэтому обработать этот залив более, скажем, качественно не получилось. И вот точка она вроде как была найдена, но ее перспектива осталась непонятной. Потом ребята пошли на крутому берегу. Казалось, там должно быть больше рыбы на резкой бровке. Но ситуация развернулась таким образом, что там рыбы практически не было. И вот это для меня тоже было сюрпризом. На мели, на двух метрах рыбы не было вообще. Были единичные поклевки где-то на четырех, пяти метрах. Ну, на трех пока что-то было. Дальше двинулись вдоль берега, двигались, дошли до косы. Вот, попробовали половить на косе, за рыбу не зацепились тоже. И вот в чем была ошибка. То есть, вот к этому моменту мне уже было понятно, что, скорее всего, надо искать рыбу на глубине. То есть, на мелководных местах рыбы просто не было в количестве. Она была, ну, может быть, там что-то и было, но на наши блесны она клевать была не готова. А все поклевки были, скорее всего, где-то в районе четырех метров, может быть, глубже. Ну, три с половиной, четыре, четыре с половиной метра. Вот, этой глубине надо было уделить, наверное, больше внимания, в принципе. И когда вы ловили рыбу на косе, вот, именно проверить бровки глубже четырех метров. Скорее всего, там рыба была, потому что место это тоже перспективное, и там можно было зацепиться. Вот, то, что пытались как-то выкрутиться из этого положения, проверили камыши около берега, бухточку. Там симпатичная бухточка была. Да, там рыба была, но как бы мало, капризная. Вот, но, тем не менее, как бы это плюс. Потому что в таких местах тоже надо уметь ловить, часто они выручают. Ну, и закончилось все тем, что вернулись на предыдущую точку, где Женя зацепился как раз за рыбу. Вот, и попытались ее уже разработать более тщательно. Вот, но рыба сместилась, пришлось поискать и сместилась. Ну, был еще один эпицентр, тоже чуть-чуть поглубже. Вот, опять все говорит к тому, что тяготеет рыба сегодня к глубине. Не знаю, с чем это связано. Обычно на этом озере все-таки более предпочтительные глубины были в районе двух-трех метров, даже полутора. Вот, но сейчас, может быть, еще не время. И наиболее активность, максимальная активность у рыбы как раз на глубине около четырех-пяти метров. В целом, наверное, вот оценивать вас с точки зрения поиска, ну, у вас очень разные характеры. Вот, Женя хорошо работает именно как стратегическое мышление. То есть, его выпустить одного на водоем, он рыбу найдет. Я в этом как бы абсолютно уверен. Он долго не засиживается, он легко меняет места, скажем, там, тут не клюет, фиг с ним. На сто метров отбежал, где-то там пробурился, там зацепился, не зацепился. Да, он может пропускать какие-то локальные точки, не цепляться за них. Ну, естественно. Вот, но тем не менее, он таким образом пробивает очень разноплановые места. И в целом, он быстрее, наверное, поймет, где стоит рыба, и за нее зацепится. Вот, Илья, наоборот, он более как бы планомерно пытается пробивать четко бровка, значит, пробиваем бровку. Там, скажем, полив, там, значит, полив. И вот таким образом. Да, там такая тактика, она как бы позволяет качественно пробить водоем, вот. Но если ты на водоеме находишься один, например, да, то за рыбу зацепиться будет очень тяжело, потому что ты просто маленький объем, скажем, там, акватории, да, обработаешь. Вот, тут ты идеален для ловли там в команде. Вот в этом плане, как бы, есть задача, вот. Мы ее там пробиваем, выполняем четко, без пробелов. Ну, как бы, нужно владеть на самом деле и тем, и тем. И понимать, что в вашем случае будет более перспективным и приоритетным. Вот на соревнованиях, либо просто на соревнованиях, что вы хотите там. Найти самое лучшее пятно на всем озере, которое там здоровое, да, либо качественно проработать, там, какую-то бровку, понять, стоит рыба там на двух метрах или на четырех. Вот, соответственно, оба способа важны, вот. И просто, если у кого-то лучше получается одно, у кого-то другое, то надо не забывать, что существуют оба варианта. В целом, я, в общем-то, наверное, доволен, как у вас изменилась техника игры. Если первое занятие мне было, как бы, больно смотреть, как это все вот так вот гуляет в руке и дрожит, то сейчас движения уже вполне четкие, вот, хлыстик никуда не гуляет. Единственное, что еще, конечно, не хватает понимания игры и подбора. Но это, к сожалению, вот за те, как бы, за то ограниченное время, которое вот я с вами занимаюсь, это тяжело поставить. Это все равно, игру надо придется ставить самим. Вот, и чем больше вы будете выезжать с блесной, тем быстрее вы поймете вот эти вот свои минусы и недочеты. Вот, и тут надо отметить тоже Женю хочу, то, что ты уже несколько раз даже в соревнованиях участвовал. Не знаю, может быть, тебе помогли как раз именно участие в соревнованиях, вот то, что ты грамотно ищешь рыбу, да. Может быть, в принципе, у тебя склад такой вот мышления. Вот, но, в принципе, участие в соревнованиях, оно необходимо. То есть, если вы хотите научиться ловить, вот, то надо участвовать в соревнованиях. Тогда идет уже именно сравнительный анализ, и вы видите, как ловят другие, как клюет у вас, и так или иначе вы эту задачу решаете. Ну, можно ее решать подбором блесен, вот, если как бы он есть там спортивных, да. Но вот сейчас у нас блесен нет, и это, в принципе, для вас, ну, как бы, есть выбор, но он ограничен. И это для вас, по идее, плюс. То есть, вот, когда есть одна блесна, вы уже решаете игрой. Должны, по крайней мере, решать игрой вот эту задачу поймать рыбу. Но пока, пока вот у вас с этим проблемы есть. То есть, они видны. Вот ты ловишь рыбу активную. Нашел пятно, пенки снял. Когда вот надо ее именно поймать, разыграть, с этим проблемы есть. Ну, у Ильи тоже, в принципе, те же проблемы, они тоже присутствуют. Ну, в целом, наверное, придется мне вам поставить зачет. Рыбу вы теперь ловить умеете, вы много знаете. И, скажем, там, я думаю, если вы приедете на какое-то рядовое соревнование, то окажетесь в верхней половине таблицы. Ну, по крайней мере, должны. Женя уже оказывался. Вот. Ну, я думаю, и Телья тоже хватит понимания. Вот, чтобы как бы не отставать. Ну, а дальше, дальше уже надо развиваться. Если вам это будет интересно, то, я думаю, успехи у вас будут. Ну, что? Вопросы какие-то по финальному занятию? Вопросы? Вопросов нет. Но, я скажу, что я пытался сегодня ловить на всех горизонтах, обрабатывать все бровки, которые были и метр, и от нее полтора, и два, и три, и четыре. Я бурился один, потому что Илья прорабатывал метров пятидесяти от меня глубины ста. Я пытался найти прямо рыбу и зацепиться прямо локальными пятнами, если она была. Единственное, что мне одному это не очень получилось. Я прорабатывал, пытался глубины все, которые были рабочие. На том берегу мы за рыбу не зацепились совсем, хотя она присутствовала. Но это не наш вариант. Мне кажется, что с поставленной задачей и найти перспективное место, все-таки мы исправились в самом начале. И, как ты сказал, что рыба была и больше десяти слунки. И такие слунки присутствовали. Ну, присутствовали. Единственное, что, конечно, хотелось бы такую, чтобы эта точка была и побольше, и, скажем так, не одна. Чтобы ее нашли не одну. Но, тем не менее, как получилось, так получилось. Я не знаю, сколько бы таких точек нашел я, если бы, как бы, ловил целенаправленно. Вот. Ну, в целом, да. В целом результат есть. Как бы... Там я бы не скажу, что задача выполнена на сто процентов, да. Вот. Но результат есть. В целом, если подвести итоги именно сегодняшнего выезда, 50 на 50. Что касается меня, я рыбы практически не нашел. Это все вот благодаря Жене. Пробовал более досконально изучить рельеф, пробить его, но, к сожалению, результата все не дало. Как, опять же, сказал Александр, техника, техника, еще раз технику нужно нарабатывать. Но в дальнейшем будем двигаться дальше. Будем практиковаться. Ну, все. На этом заканчиваем. Если у зрителей какие-то вопросы есть, задавайте, будем отвечать. Вот. И ждите наших следующих роликов. Всем пока. Всем пока. Счастливо.